Глубоко уважаемые коллеги, но мне досталась уже такая достаточно узкая тема с совершенно прямым вопросом, как долго лечить пациентов с небольничной пневмонией. Но в общем-то, если вы ждете от меня конкретного ответа, и после этого я закончу свою презентацию, на это все надеются, то не тут-то было. Конечно же, несколько минут хочется уделить этой важной теме. Безусловно, начиная разговор о длительности антимикробной терапии, ну, наверное, любого бактериального процесса, стоит упомянуть того человека, который, в общем-то, в далеком уже 42-м году ввел сам термин антибиотик, под которым в настоящее время мы принимаем лекарственный препарат, подавляющий жизнедеятельность возбудителей инфекционных заболеваний. И, очевидно, когда речь идет о небольничной пневмонии, мы прекрасно понимаем, что на фоне эффективной антимикробной терапии через энное количество времени, по большому счету, тот участок легочной ткани, пораженной, которым мы называем небольничной пневмонией, приобретает уже какие-то асептические черты. И, на самом деле, этому человеку, по большому счету, антимикробная терапия уже не нужна. Но, к сожалению, подобного рода классических работ до настоящего времени не проводилось. Существует лишь две работы, по которым мы можем косвенно судить. На самом деле, они очень сложны, вы прекрасно понимаете, выполнение. Это действительно вне больничной пневмонии, это ежедневная фибробронфоскопия с браж-биопсией из пораженного участка легкого и последующим микрологическим исследованием. И вот, в принципе, можно косвенно говорить о том, что на 4-5 сутки действительно речь идет уже об асептическом испалении, если тот антибиотик, который мы назначили пациенту, является эффективным. Какие есть, естественно, в клинической практике это малоприменимо, и какие есть у нас возможности по определению оптимальной продолжительности антимикробной терапии у конкретного пациента. Регионологическое исследование. С одной стороны, конечно же, нам бы хотелось думать о том, что антибиотик будет применяться в течение того времени, когда пневмония полностью разрешается. Это является в настоящее время одной из ошибок антибиотикотерапии вне больничной пневмонии. И перед вами конкретный пациент с пневмонией в нижней и средней доле правого легкого, и на шестой сутки ему выполняется ренологическое исследование, на котором, по большому счету, мы видим аналогичную картину, хотя на самом-то деле клинико-лабораторная симптоматика у этого пациента уже к этому моменту на шестой сутки регрессировала. И существует целый ряд исследований, которые показали, что в зависимости от вида возбудителя мы столкнемся с целым рядом проблем в виде ренологического разрешения вне больничной пневмонии. Обратите внимание, сроки ренологического разрешения на самом деле значительно варьируют, как и развитие различных остаточных изменений при пневмонии различной этиологии. То есть в клинической практике, конечно же, ренологическое разрешение никак не может использоваться для определения оптимальной продолжительности антибиотикотерапии. Давайте посмотрим, что же с клиническими данными. И здесь, в общем-то, тоже все очень непросто, потому что регресс клинических симптомов у конкретного пациента варьирует, в общем-то, в значительных пределах. И, по большому счету, полный регресс клинической симптоматики наступает, наверное, к 30-му дню от появления симптомов заболевания и от начала антимикробной терапии. Единственным клиническим симптомом, который, в общем-то, объективно может использоваться для определения продолжительности назначения антибиотикой, является лихорадка. Потому что мы прекрасно понимаем, при эффективной антибиотикотерапии регресс этого симптома происходит, в общем-то, в достаточно узкие сроки, от 48 до 72 часов, опять-таки, повторюсь, при эффективной антибиотикотерапии. И существуют данные по реальной продолжительности антибиотикотерапии в различных странах. Так, одно из исследований показало, что в развитых странах европейских длительность применения антибиотикой составляет в среднем 11 суток. Светлана Александровна в 2009 году опубликовала данные о том, что средняя длительность антибиотикотерапии при нетяжелой вне больничных пневмоний в различных регионах нашей страны составляет чуть более 12 суток. Ну и по собственному опыту в стационарах Министерства обороны при лечении даже нетяжелых форм вне больничных пневмоний средняя продолжительность лечения составляет 20 суток. Но речь в этой ситуации идет не о демикробной терапии. Вы прекрасно понимаете, просто пациенты требуют определенного пристального внимания, в частности, при введении военно-врачебной комиссии. А вот сколько он получает по времени антибиотик, сказать достаточно сложно, а по собственному опыту это опять-таки 10-12 суток. Итак, встает вопрос, так все-таки сколько лечить пациента с не больничных пневмоний? 5 суток? 7-10-14, либо в зависимости от вида возбудителя? И будем надеяться, что, наверное, клинические рекомендации нам дадут какой-то четкий ответ на то, сколько времени все-таки составляет оптимальную продолжительность значения антибиотика. Но не тут-то было, потому что из всего спектра тех рекомендаций, которые вы видите на этом слайде, с одной стороны, мы увидим некую схожесть представлений экспертов по оптимальной продолжительности антибиотик терапии вне больничной пневмонии, с другой стороны, эти данные значительно варьируют. То есть при пневмококковой пневмонии, в первом случае, при снижении температуры тела более чем 72 часа, в случае возбудителей, таких как золотистый стафилококлик, селопневмония и ежесними, здесь уже продолжительность терапии превышать должна 14 суток. В другом, прошу прощения, в других рекомендациях, например, канадского таракального общества, найдем некие расплывчатые сроки, больной с пневмонии должен лечиться 1-2 недели. Американское таракальное общество при пневмококковой теологии 7-10 дней типичному микроорганизму требует продолжения антибиотик терапии больше 14 суток и так далее, и так далее, и так далее. В других клинических рекомендациях, об этом чуть позже поговорим, европейского респираторного общества, там стоят цифры, средняя продолжительность лечения нетяжелой вне больничной пневмонии составляет 8 суток, но опять-таки с целым рядом клинических добавлений. На мой взгляд, достаточно емким и красивым определением длительности антибактериальной терапии могут служить определения, которые мы найдем в американских рекомендациях. Все-таки больной с небольничной пневмонией должен лечиться как минимум в течение 5 дней, лихорадка должна только отсутствовать в течение 48-72 часов, и при этом пациент должен демонстрировать достижение всех критериев клинической стабильности, которые вы видите, соответственно, на этом слайде. Ну и, в общем-то, достаточно взвешенными выглядят рекомендации российских экспертов, где, по большому счету, определенные точки на две совершенно четко расставлены. При нетяжелой вне больничной пневмонии антибиотикотерапия может быть завершена по достижении стойко-нормализации температуры тела в течение 48-72 часов. В этом случае длительность лечения нетяжелой пневмонии составляет в среднем 7 суток. При тяжелой вне больничных пневмонии неустановленной этиологии оптимальная продолжительность антибиотикотерапии составляет в среднем 10 суток, и при определенной этиологии заболевания, свидетельствующей о клипселопневмонии и о ряде других микроорганизмах, таких как синегнойная инфекция, длительность антибиотикотерапии составляет в среднем 14 дней. А в случае пневмонии, вызванной атипичными патогенами, в частности легионелопневмофилы, здесь также оптимальная длительность составляет 10-14 суток. Ну и те критерии достаточности антимикробной терапии, о которых мы чуть позже порассуждаем, они представлены на этом слайде, и вы их прекрасно знаете. При этом вы прекрасно понимаете, что существует целый ряд клинических признаков и состояний, не являющихся показанием для продолжения антибиотикотерапии. Из-за недостатка времени я не буду их подробно разбирать. Очевидно, это стойкий суперлилитет, сохранение остаточных изменений рентгенограмме, об этом уже поговорили, сухой кашель, сохранение аускультативной симптоматики, увеличение скорости седания ретроцитов, ну и сохраняющаяся слабость и потливость. Я перейду к неким современным возможностям, которые позволяют в настоящее время в реальной клинической практике сократить продолжительность применения антибиотика у конкретных пациентов с небольничной приманией. На самом деле, этим очень давно занимаются эксперты во всем мире и существуют определенные предпосылки, что вот эти вот короткие курсы антимикробной терапии, на самом деле, с одной стороны, не хуже, чем стандартные режимы применения антибиотиков, с другой стороны, их применение сопровождается целым рядом положительных эффектов. Очевидно, это повышение комплайнса. Конечно же, энтузиазм приема антибиотиков спустя 5 суток от начала эффективной антибиотикотерапии значительно поубавит желание пациента принимать следующую дозу антибиотика. Короткие курсы в этом отношении в мабулаторной практике чрезвычайно перспективны. Уменьшение риска развития нежелательных явлений. Безусловно, чем меньше пациента получает антибиотик, тем частота развития нежелательных реакций при его применении может снижаться. Очевидно, что это снижение стоимости лечения, и, как это ни парадоксально звучит, при коротких курсах эффективной антибиотикотерапии достаточно меньше шансов для того, чтобы впоследствии развелись штаммы, обладающие определенными механизмами антибиотикорезистентности. То есть короткие курсы еще могут приведить к уменьшению риска возникновения резистентных штаммов к микроорганизму. На самом деле существует достаточное количество исследований, в том числе два метаанализа, которые совершенно четко доказали, что по части клинической эффективности и по части, касающейся риска летальных исходов, короткий курс антимикробной терапии ничуть не хуже, чем стандартный режим дозирования антимикробных препаратов в течение более 7 суток. Я не буду на них всех останавливаться, единственное, мне бы хотелось отметить, что большинство из них как раз касающиеся применения макролитных антибиотиков, в частности азитромицина, так как для него всегда существовали возможности по снижению длительности антимикробной терапии до 3 или даже до 1 суток, если использовалась высокодозная терапия этим препаратом. Но, учитывая как раз, коль скоро много вопросов было связано на предыдущих наших выступлениях именно с азитромицином, о нем я не буду останавливаться, ну и по части как раз снижения длительности антимикробной терапии. Мне бы как раз хотелось коснуться неких интересных моментов, которые уже появились и в нашей стране. По крайней мере, одно из замечательных событий в 2016 году была защищена диссертация, которая, ну, наверное, является одним из таких вот лучей света по части касающихся коротких курсов антибиотикотерапии в нашей стране, потому что подобного рода исследования практически не проводилось. Не тяжелая вне больничной пневмонии, обычный амоксицелин в стандартных дозировках 1,5 г в сутки, пациенты получали, с одной стороны, 5-дневный курс антимикробной терапии, с другой стороны, контрольная группа 7 и, соответственно, более дней. По большому счету, обратите внимание, это, конечно, было не тяжелое вне больничной пневмонии у пациентов молодого возраста, группы были сравнимы, и оказалось, что на самом деле 5-дневный курс применения амоксицелина ничуть не хуже, чем 7-10-дневный курс, соответственно, стандартный применения этого антимикробного препарата, как по регрессу основных клинических симптомов заболевания, так и по рентологическому разрешению, и в конечном итоге клиническая эффективность как короткого курса 5-дневного, так и 7-10-дневного была, по большому счету, сравнимой, а по частоте нежелательных явлений, конечно же, статистической значимости выявлено не было, но так или иначе, 5-дневный курс характеризовался меньшим числом нежелательных явлений. Но мне бы хотелось вспомнить, на самом деле, с чего все начиналось. На самом деле, практическое применение коротких курсов начиналось, по большому счету, с далекого 2003 года, когда рядом американских ученых было высказано предположение, что действительно короткие курсы – это очень здорово, и, возможно, для ряда антибиотиков это будет одним из интересных моментов. Но на тот промежуток времени речь шла о левофлоксацине в какой-то степени, побоялись использовать стандартные режимы 500-граммового левофлоксацина в лечении нетяжелых случаев вне больничной пневмонии, в частности, и пошли на некое повышение дозы до 750 мг в сутки. И вот это классическое исследование мне бы хотелось вам представить. Сравнение 5-дневного курса высокодозной 750 мг левофлоксацина в терапии вне больничной пневмонии по сравнению со стандартным 10-дневным курсом в дозе 500 мг в сутки. Это было двойное, лепое, рандомизированное исследование, достаточно презентативное. Обратите внимание, практически по 250 пациентов было в той или иной группе, и в конечном итоге оказалось, что клиническая эффективность высокодозной терапии была сравнима с длительным применением антибиотика в дозе 500 мг в сутки. Причем это казалось и бактериологической эффективностью. Ну и таким же образом при использовании лево в дозе 750 мг в сутки более быстрее происходил регресс ряда основных клинических симптомов заболевания. И по большому счету на основании этого протокола практически сразу же по данным FDA высокодозная терапия левофлоксацина была включена в определенный перечень с возможностью применения более короткими дозами. Обратите внимание, при нетяжелой вне больничной пневмонии, когда мы говорим о сокращении длительности приема антибиотиков, то речь идет именно о 750 мг в течение 5 суток. Такая же ситуация при использовании при остром бактериальном риносинусите. Именно 750 мг официально рекомендованы для применения в режиме более короткого курса в течение 5 дней. Ну и на самом деле я не буду касаться каких-то характеристик фармакологических препаратов. Вы видите на этом слайде, что на самом-то деле, конечно же, 750 мг и 500 – это в какой-то степени разные не только дозы, а разные препараты. И одним из важных моментов является достижение, соответственно, вот такого фактора, как эрадикация стрептококос-пневмония. И, конечно же, вот эта вот площадь под фармаконетической кривой при использовании левого флоксацина в дозе 750 мг в сутки значительно превышает требуемый показатель. Ну и по части, касающейся микробиологического протокола в цитированном исследовании, статистически значимых каких-то вещей обнаружено не было. Но так или иначе, 750 мг обеспечивало более лучшую эрадикацию различных патогенных микроорганизмов по сравнению с 500 мг в сутки. Ну и, в свою очередь, хотелось бы представить собственное исследование, которое мы привели в 2012 году. Левого флоксацин 750 мг в сутки в течение 5 суток сравнивался с стандартными режимами фармакотерапии нетяжелой вне больничной пневмонии левого флоксацином. Это были пациенты также молодого возраста, но при этом у всех из них присутствовали факторы риска встречи с антибиотикорезистентным микроорганизмом. То есть, они на предыдущем этапе получали какую-либо антимикробную терапию. И оказалось, что высокодозная терапия левого флоксацином в дозе 750 мг в сутки обеспечивает высокую клиническую эффективность по сравнению со стандартными режимами фармакотерапии, соответственно, левого флоксацином. Есть еще несколько доказательств эффективности того, что повышение дозы при введении пациентов уже со средне-тяжелым течением заболевания приводит, по крайней мере, к более сравнимому эффекту при использовании стандартных режимов фармакотерапии. Здесь вы видите в этом исследовании 5 дней 700 мг в сутки внутривенный левого флоксацин сравнивался при введении пациентов со средне-тяжелым течением вне больничной пневмонии. И одно из последних исследований, совершенно недавно опубликованных, здесь также было показано, что 5-дневный курс, соответственно, левого флоксацином в дозе 750 мг в сутки, не уступал по клинической микробиологической эффективности стандартному режиму левого флоксацином 500 мг в сутки, который применялся уже более длительное время. Ну и по количеству нежелательных явлений, по большому-то счету, достаточно серьезной разницы не наблюдалось. И, конечно же, в этом контексте мне бы хотелось сказать, что на фармацевтическом рынке Российской Федерации присутствуют левого флоксацина в дозе 750 мг в сутки, как для внутривенного, так и для перорального применения, которое вполне возможно использовать и для коротких курсов антибиотикотерапии, неосложненных форм небольничной пневмонии, ну и, в общем-то, применять их в режиме ступенчатой терапии, добиваясь, соответственно, снижения длительности применения антибиотика. Но, опять-таки, еще раз повторюсь, когда речь идет о сокращении длительности приема антибиотиков при неосложненных формах различных бактериальных процессов, только для левого флоксацина в дозе 750 мг в сутки, а не 500 мг, да, зарегистрирована возможность применения короткими курсами, пятидневными. Это обострение хронического бронхита, это нетяжелое вне больничной пневмонии и, соответственно, острый бактериальный ремосинусит. И, напоследок, несколько интересных моментов, касающихся применения биологических маркеров воспалительного ответа. Вы видите, практически в каждом выступлении вокруг да около мы о них упоминали. Перед вами рекомендации Европейского респираторного общества, где написано, продолжительность лечения обычная не должна превышать 8 дней у пациента, отвечающего на фармакотерапию, и использование биологических маркеров, особенно прокальцитанина, позволяет использовать более короткие курсы антимикробной терапии. И, конечно же, те точки приложения и биомаркеров, которые нужно использовать в реальной клинической практике, они представлены на этом слайде, и они достаточно широки. И диагностика сепсиса, ради чего, так сказать, и чаще всего они используются. Ну и, конечно же, тот важный момент именно в отношении дифференциальной диагностики с альтернативными процессами, будь то застойная сердечная недостаточность, тромбоэмболии, лекарственной реакции, там, обострение хобл и так далее, и так далее. Это, очевидно, прогноз неблагоприятных исходов, но и, конечно же, тот важный момент, о котором не стоит забывать, это коррекция длительности антимикробной терапии на основании динамики снижения концентрации биомаркеров в плазме крови. Исследования, которые бы доказали, что такая биомаркер-контролируемая терапия достаточно полезна в реальной клинической практике, предостаточно. Одно из них представлено на этом слайде. Обратите внимание, насколько удается сократить длительность приема антибиотиков при использовании вот такого биомаркер-контролируемой терапии. 10 суток при стандартном режиме и 7 суток при биомаркер-контролируемой терапии. При этом, конечно же, количество нежелательных явлений, коль скоро антибиотик применялся на 3 суток меньше, значительно снижалось. И на самом деле на страницах этих рекомендаций мы найдем целый ряд клинических исследований, которые по большому счету доказали эффективность, так скажем, вот такой вот биомаркер-контролируемой терапии. Но при этом каких-то конкретных рекомендаций по их использованию в рекомендациях Европейского респираторного общества мы не найдем. В свое время мы провели подобного рода протокол, попытались сравнить, по большому счету, эффективность в плане снижения длительности антибиотикромной терапии при использовании различных биомаркеров воспалительного ответа. Очевидно, это цирреактивный белок и прокальстанин здесь еще был. В конечном итоге оказалось, что все-таки даже у пациентов, опять-таки, молодого возраста, которые традиционно проходят лечение в наших лечебных учреждениях, и даже в случае нетяжелой вне больничной пневмонии, использование цирреактивного белка и прокальстанина для определения оптимальной продолжительности приема антибиотика позволяет сократить, по большому счету, длительность лечения в среднем, наверное, на сутки и более, что в конечном итоге сопровождается снижением частоты развития различных нежелательных реакций. И вот мы пошли несколько дальше в наших рекомендациях по диагностике лечения вне больничной пневмонии у нас служащих. Более того, на основании этих данных мы представили Андрею Станиславовичу в свое время некие рекомендации, которые хотелось бы внедрять в стационарах московского региона, поведение пациентов госпитализированных с не больничной пневмонии, где среди критериев достаточности антибикробной терапии, всем нам широко известных, мы найдем еще один показатель, а именно снижение цирреактивного белка на более чем на 70% от исходного. Это еще один критерий достаточности антибиотикотерапии, позволяющий практическому врачу отказаться в конкретной ситуации от ненужного применения антибактериального препарата. Благодарю вас за внимание. Готовы ответить на вопрос.